Что же случилось в небе над Синайским полуостровом? Проверяются все возможные версии. И взрыв на борту, и отказ техники, и последствия старой аварии. Но специалисты заявляют, только после того, как изучат все обломки, расшифруют данные всех приборов и сопоставят все факты, можно будет дать ответ, что стало причиной авиакатастрофы. В продолжении темы материал Тимура Сиразиева. Версий много, исключать ничего нельзя. Так комментируют расследования в Следственном комитете. Сегодня свою версию представила авиакомпания, эксплуатировавшая разбившийся Airbus. Выводы основываются на том факте, что самолет начал разрушаться в воздухе. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Это очень надежный самолет, законы управления которого внесены так называемые защиты. Они не дадут выйти самолету на большие перегрузки, даже при грубой ошибке в технике пилотирования пилотом. Поэтому единственной объяснимой причиной разрушения самолета в воздухе может быть определенное воздействие, чисто механическое, физическое воздействие на воздушное судно. В Росавиации заявление назвали поспешным. Да, мы знаем, что очень большая площадь разброса элементов конструкции. Это свидетельствует о том, что разрушение произошло в воздухе на большой высоте. Но говорить о причинах этого совершенно преждевременно и нет никаких оснований. Эксперты и журналисты пытаются самостоятельно восстановить картину случившегося. Достоверных данных мало. Каждый факт приходится изучать практически под микроскопом. В мировой прессе трагедию называют катастрофой при идеальных условиях. Погода солнечная, видимость хорошая. Экипаж опытный. У командира налет более 12 тысяч часов. Самолет занимает эшелон. Высота около 10 тысяч метров. Как подчеркивают российские и зарубежные эксперты, это едва ли не самый безопасный момент полета. Самолет находился в воздухе примерно 23 минуты. К этому моменту он уже на автопилоте. Он достигает своей крейсерской высоты. И мало что может пойти не так. Именно в этот момент, по данным интернет-портала Flightradar, Airbus резко теряет скорость и высоту. Сразу после катастрофы появилась информация, что экипаж успел передать сообщение о неких технических проблемах. Однако, по заверениям египетской стороны, летчики не выходили на связь и не подавали сигналы бедствия. Хотя сделать это достаточно просто. Сколько времени нужно вам, как пилоту, чтобы подать сигнал СОС? Буквально от одной до двух секунд. То есть, значит, у них не было этой секунды, получается? Возможно, не было этой секунды. Возможно, экипаж был просто не в состоянии управлять самолетом или подать сигнал бедствия, потому что пилоты были без сознания. Это могло произойти из-за резкой разгерметизации салона. Тот факт, что хвостовая часть, найдена на значительном удалении от фюзеляжа, позволяет предположить, что именно хвост отвалился первым. Издание «Коммерсант» называет три вероятные причины крушения. Ударная волна небольшой бомбы, оторвавшиеся детали двигателя или возникшие в несущих конструкциях трещины. За последнюю версию, по данным газеты, говорит тот факт, что обломки Airbus разбросаны на большой территории, представляющей вытянутый эллипс. Похожая картина была при крушении Ан-24 в 1997-м. У фюзеляжа самолета были глубокие очаги коррозии, возникшие во время его эксплуатации в африканских странах. Персонал во время техобслуживания самолета не заметил проблему, скрытую в трудонаступных зонах подпольной части фюзеляжа. И при увлечении нагрузки на конструкции во время полета самолет разрушился. Тогда эксперты подтверждали свою версию, в том числе формой разброса обломков Ан-24, описывая ее как эллипс с осями 10,5 километров на 2,5 километра. Еще в 2001-м при посадке в Каире разбившийся в Египте Airbus ударился о полосу хвостовой частью. Информацию подтвердили в Когалымавиа. Вот как это происходит. Такое касание в авиации называют инцидентом. Однако это происшествие, по мнению специалистов, может стать причиной трагедии спустя много лет. Какие-то, возможно, элементы получили остаточную деформацию, которая была незамечена при инспекции и при ремонте. То есть это вполне возможно. Поэтому за эти годы, что прошли 14 лет после этого инцидента, накопилась какая-то устаточная остаточная деформация и могло, конечно, произойти. Такое уже было. Трагедия в небе над Египтом с российским самолетом очень похожа на авиакатастрофу с Боингом 747 китайской авиакомпании. Тогда погибли 225 человек. За 22 года до крушения Боинг при посадке задел хвостом полосу. Самолет отремонтировали и продолжили его эксплуатацию. В 2002-м лайнер через 20 минут после вылета успел набрать высоту и сразу же разрушился в воздухе, а после упал в море. Эту графику сделали китайские журналисты на основании результатов расследования. Согласно заключению, сначала отвалился хвост лайнера. Причина — некачественный ремонт, как следствие механический износ деталей после старого инцидента. Причем пилоты китайского самолета, как и в случае с российским лайнером, на связь с землей не выходили. В тот момент, когда происходит разрушение конструкции на большой высоте, экипаж полностью теряет трудоспособность и уже не в состоянии ни что-либо предпринять, ни тем более сообщить наземным службам о том, что у них возникли какие-то проблемы на борту. Причиной разгерметизации мог стать, по версии экспертов, и неисправный двигатель. После его разрушения турбина иногда отрывается и разрезает фюзеляж. Агентство Associated Press со ссылкой на египетского техника из аэропорта пишет, что три месяца назад экипаж того же самолета прервал взлет из-за ошибки системы. В авиакомпании Кагалымавия заявляет, что Airbus обслуживали вовремя. Самолет проходил все необходимые технические проверки. После инцидента в Каире в 2001-м лайнер ремонтировали на заводе изготовители во Франции. Сертификат летной годности обновлен лишь в этом году в Ирландии. Было сказано, якобы экипаж каким-то египетским техникам говорил о проблемах с двигателем. Я со всей ответственностью заявляю, никакие египетские техники нашим самолетам не подходят. Наши самолеты обслуживаются только нашими специалистами. Касательно жалоб на двигатели, ответственный комитет мы представили. Боржурналы за последние пять полетов. Ни одного замечания в боржурнале от экипажа ни по каким системам не было. Еще одна возможная версия теракт. В день катастрофы ответственность за падение лайнера взяли на себя боевики террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России. Местность, где все произошло, частично под контролем исламских радикалов. Версию о том, что лайнер могли сбить, из переносного зенитно-ракетного комплекса эксперты опровергли. Самолет летел слишком высоко. Более мощных средств противовоздушной обороны у террористов в том районе нет. А вот взрыв бомбы на борту лайнера специалисты не исключают. В качестве аргумента приводят к катастрофу Боинга в Шотландии в 1988 году. Тогда самолет также разрушился в воздухе. Однако агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Каире пишет, что на тех частях эрбаса, которые уже исследовали, следов взрывчатых веществ не обнаружено. Еще одну возможную версию высказал командир экипажа, который часто летал над Синайским полуостровом. По его словам, катастрофа могла произойти из-за опасного сближения с военным самолетом. В том районе летает очень много военных самолетов. Экипаж начал экстренно уходить от какого-то препятствия. При этом появилась какая-то огромная перегрузка, больше четырех единиц. И, возможно, какая-то остаточная трещина осталась после предыдущей катастрофы. И хвост начал разрушаться. После того, как большинство обломков будет собрано, экспертам предстоит сделать так называемую выкладку самолета. То есть в одном месте разложить обломки в нужном порядке. Эта процедура помогает понять, как именно произошла трагедия. Тимур Саразиев, Дмитрий Синицын, Наталья Голубь, Первый канал.